Рубинс как будто отказывал себе долгое время писать личное и сокровенное, писать себе в удовольствие, не задумываясь о признании и деньгах. Он работал как одержимый над тем, что заказывали другие. В период оглушительной славы и неиссякаемого потока масштабных заказов пейзаж интересовал Рубинса только в качестве декорации, к востребованным мифологическим и религиозным сюжетам. Он совершенно спокойно отдавал эту часть работы ученикам, оставляя для себя основные эскизы. Лица героев и финальные стрихи к картине. При этом для азартного коллекционера Рубинса пейзаж оказывался личной страстью. В его личном собрании произведение этого жанра оказалось гораздо больше, чем сюжетная картина. Пейзажи Рубинса разнообразны, не только по мотивам, но и по настроению. Природа предстает то могучей и полной жизненной динамике, как в полотне пейзаж с филимоном и павкидой, то более естественной и умиротворенной и радостной, как в картинах пейзаж с радугой и для возвращения с полей. Субтитры создавал DimaTorzok Фигурки крестьян, возвращающихся с полевых работ, брядущих по дорогам, едущих на повозках, гонящих стада, пастушков, пасущих у реки овец или стоящих на опушке леса, привносят жизненную теплоту и в изображение пейзажей Фландрии на зеленых картинах Рубинса каким-то вселенским размахом. Центральной темой творчества мастера становится сельская природа, исполненная эпического величия и красоты. В его картинах оживают бескрайние просторы. Первозданные силы природы созвучны могучим фигурам крестьян, занятых повседневным трудом. Рубинс работал в этом жанре для собственного удовольствия, чтобы удовлетворить личный интерес к пейзажу. Он исследовал новую технику, стараясь показать настоящую, не приукрашенную различными театральными эффектами природу. Говорит пейзажей всегда тонко передает ощущение конкретного состояния природы. То отдыхающей после прошедшей грозы, то в часы только что вскрывшегося за холмами солнца. Эти пейзажи Рубинса предвосхищают открытие мастеров последующего времени, создававших пейзажи настроения. В последние десять лет жизни Питер Пауль разрешает себе быть счастливым, влюбленным, независимым, умиротворенным и сентиментальным. В эти годы Рубинс покупает загородный дом между Брюсселем и Антверпеном, замок Стэн. Все чаще уезжает туда и подолгу живет с семьей. Дипломатические миссии, поездки по Европе в погоне за шедеврами и античными камеями. Четырехлетнее рабочее путешествие Антверпен, Париж, Антверпен, Испания, Италия. Все это давно позади. Питер Пауль больше никуда не спешит. Художнику 58 лет и он дома. Мастерская замки намного скромнее у Антверпенской художественной фабрики. Ему уже сложно держать кисть из-за болезни. Но только сейчас он открыл для себя природу как самостоятельную модель. И только сейчас он пишет ее с небывалым вдохновением. Субтитры создавал DimaTorzok После приобретения сельского поместья Шато-де-Стен, расположенного в 30 километрах к югу от Антверпена, Рубенс обратился к жанру пейзажа. Тогда же пейзаж из старостепенного испомогательного жанра переходит в статус важного и самостоятельного. Художник медитирует над собственным счастьем, отдаваясь той живописи, которая доставляет ему удовольствие. Большинство произведений этого периода были выполнены мастером без привлечения учеников, поэтому все они отличаются особенным совершенством. Субтитры создавал DimaTorzok Это абсолютно не значит, что он выходил в поля и писал с натуры. Его мало интересует ботаническая или атмосферная точность картины. Природа у Рубенца не имеет никакого отношения к реальному фламандскому пейзажу. Это всегда произведения, подчиненные прежде всего живописной задаче и чувству. Это не небо над замком Стэн, а небо вообще. Все те тысячи рассветов, закатов, оттенков полуденного зноя, которыми художнику приходилось восхищаться за всю свою жизнь в разных концах Европы. Субтитры создавал DimaTorzok Кероическая приподнятость образов ранних произведений сменяется гармонией счастливого содружества человека и природы. Рубенс пишет много сцен, веселых сельских праздников, мирного труда крестьян. В пейзаже художник развивает традиции нидерландского искусства, придавая им новое идейное значение. Природа представляет как единый образ бытия, в котором спокойно и счастливо живет человек. Рубенца не волнует, чью им нудное состояние природы. Его пейзажи собирают в пространстве все чудеса и явления, происходящие на этой земле в разные времена. Радуги, бури, свет, ветры. Его пейзажи вне времени и одновременно в любое время. Редактор субтитров А.Семкин Рубенс пишет в продолжении другой работы – вид на замок Стэн ранним утром. Если бы можно было взять из собрания Уоллеса одну картину, а из Национальной галереи Лондона вторую – соединить два этих вида, то получилась бы масштабная панорама в духе современных фототрюков. Питер Пауэлли как будто не может остановиться, начинает с трех небольших досок, забитых между собой, и постоянно добавляет к ним продолжение. Так оказывается, что вид на замок Стэн состоит из 17 деревянных планок, которые добавлялись в первоначальной миниатюре, и следом вторая часть – пейзаж с радугой. Это практически такая же по размеру. Мир умница уже не умещается в пределах одной доски. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Каталог картин Хламанса до сих пор не описан детально. В нем 3000 картин, но всего около двух десятков пейзажей. При этом Джон Констебл утверждал, что две эти работы – лучшие, что написал Рубец за всю свою жизнь. Это произведение дает несколько романтическое и идеализированное представление о ландшафте, окружающем замок, который сохранился до наших дней. Известно, что в действительности местность здесь равнинная, менее эффектная. Живописец передал настроение поздней осени. Ощущается холодное утреннее дыхание. Восходящее солнце освещает стены строения. На переднем плане показана бытовая сцена. Загружается телега. Неподалеку, выслеживая куропаток, притаились охотник собак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Последнему десятилетию жизни Рубенса относится и небольшой вечерний пейзаж с телегой. По мотиву он так же прост и реалистичен, как написанные в те же годы пейзажи голландских живописцев по главе с Ван Гойеном. Однако, тем яснее глубокое различие между Рубенцем и этими мастерами в их подходе к своим творческим задачам. Голландцы раскрывают скромную незаметную красоту, присущую природе в ее обычном, хочется сказать, повседневном состоянии. Рубенц изображает прозрачных перелесок на берегу ручья, когда деревья озарены золотисто-розовыми лучами заходящего солнца. Их пышные, но легкие местами прозрачные кроны, крепкие и стройные стволы окутаны этим сиянием, как фантастически прекрасным нарядом. Конечно, фантазия художника опирается на воспоминания об увиденном в самой жизни, на впечатления от реальной природы. Но Рубенц, однако, не ограничивается ими. Он усиливает во много раз поэтическое очарование увиденного, возводя его в мир искусства. Жизнелюбцу Рубенцу не знаком разлад мечты и действительности. Для него мечта реальна, а реальность сказочно прекрасна. Такие его работы, как данный пейзаж, наилучшее тому подтверждение. Некоторым драматизмом отличается работа «Возчик камней». Скалы на первом плане словно вздымаются из земных недр, создавая людям и лошадям тяжелое препятствие. В поздних произведениях Рубенца эти интонации меняются. В пейзажах появляются спокойные и торжественные ноты. КОНЕЦ КОНЕЦ Последние годы жизни художника терзала тяжелая форма подагры, но сила духа, жизнерадостность и оптимизм не покидали его, даже когда перестала действовать его левая, а затем и правая рука. 27 мая 1640 года Рубенс составил завещание. А 30 мая острый приступ к болезни остановил его сердце. Великий бог-живописец умер. Он был похоронен самым торжественным образом. Глубокой скорби современники проводили его последний путь. Тело мастера сопровождал хор церкви, богоматери и 60 факельщиков, а перед гробом на подушке из черного бархата несли золотую корову. Его главное качество, если предпочесть его многим другим, это пронзительный дух, то есть поразительная жизнь. Без этого ни один художник не может быть великим. Эжен Телакруа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова